МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом. А это значит в ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока в студии Максим Дудников. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Достойный результат. Более 30% поручений главы Приморья Олега Кожемяка по итогам поездок по районам, совещаний и встреч с населением уже исполнено. Дружеские объятия. В ОВГС необычным способом отметили день толерантности. О международном нет толерантности в ОВГС расскажу я. Светлана Садовая. Мастер-класс от французских джазменов. Секретами мастерства со студентами музыкального колледжа делились участники трио Пол Лэй. Для меня джаз – площадка для игры, где я чувствую себя безгранично свободным. Также выпуски специалисты МФЦ начали поквартирный обход в Приморье. И еще расскажем. Дождь с переходом в снег и гололед ожидается в Приморье в ночь на пятницу. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. 15 ноября исполнилось 50 дней с момента назначения Олега Кожемяка на пост временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края. Эксперты отмечают, что за небольшой период Кожемяка доказал социальную направленность своей политики. В четверг состоялась внеочередная сессия Приморского парламента, где кроме бюджета принимали законопроекты по дополнительным мерам соцподдержки населения на сумму 11 миллиардов рублей. И вот как прокомментировали 50 дней Кожемяка на посту главы региона депутаты законодательного собрания и лидер единороссов Приморье Людмила Толобаева. Он услышал людей, люди об этом говорили. Это очень важно. Губернатор имеет прямую связь с населением. От населения поступает сигнал, он смотрит, что можно сделать, и это делает, и это очень важно. Это образование, это медицина. Мы ведь много времени говорим о том, что нет у нас специалистов ни в образовании, ни в здравоохранении, не приходят молодые учителя, молодые врачи. Очень много в законе сегодня принимается для того, чтобы приходили работать молодые врачи, молодые учителя. Это и в течение 3-5 лет подъемные, ежемесячно. Это очень много. Для севера, допустим, для врачей, которые пришли на северной территории, еще плюс 10 тысяч. Это у нас питание детей. Значит, это семьи, где очень много детей, где дети инвалиды. Сегодня в основном внеочередной ЗАГ занимается бюджетом, ну и вот этими многими социальными вопросами. Не так мало я, наверное, в законодательной власти, и столько денег в социальную сферу мы, наверное, принимаем впервые. Вот на этом отрезке, на таком. Понимаете? И причем это делается не просто там какие-то отрывочные вещи какие-то, а вот как бы комплексным таким подходом и в здравоохранении, и в образовании. В совокупности весь пакет этих мер для бюджета Приморского края будет стоить около 11 миллиардов рублей. Я хочу сказать, что, с одной стороны, да, мы искренне этому рады, но, с другой стороны, мы понимаем, каков велик груз ответственности, для того, чтобы у нас был бюджет сбалансирован, и в 50 дней действительно сделано то, что не сделалось, буквально, говорю, за 8 лет. Поэтому это достаточно серьезно, вернее, за 6. Поэтому это очень серьезно, и это очень важно. Эксперты отмечают, что более 30% поручений главы Приморья Олега Кожемяка по итогам поездок по районам, совещаний, встреч с населением уже выполнено. Если чиновники игнорируют сроки исполнения поручений, то им грозит не только увольнение, но и административная или уголовная ответственность. Вспомним, как быстро был принят закон о детях войны, о котором говорили долгие годы. В казне в этом году также нашлись средства на увеличение расходов на питание детей в школах, на поддержку молодых специалистов. Подробнее о решениях внеочередной сессии законодательного собрания расскажем в нашем следующем сюжете. На внеочередной сессии Краевого парламента почти вся повестка отражает наказы, полученные в Рио губернатора Олегом Кожемяка с территорий. Поездка по районам и селам помогли понять. В Приморье просили два важнейших аспекта уровня жизни – образование и здравоохранение. И вот они, внесенные в Краевой парламент по инициативе Олега Кожемяка законы об увеличении расходов на бесплатное питание школьников, о мерах социальной поддержки педагогов и молодых медиков, о дополнительных льготах для многодетных семей. Законы, принятые сегодня, начнут свою работу с 1 декабря. Проект закона, соответствующий, направлен на обеспечение бесплатное питание в период учебного процесса, обучающийся в первой и четвертой классах включительно, в пятой и одиннадцатой классы из многодетных семей, в пятой и одиннадцатой классы из семей, со среднедушевым доходом ниже величина прошедшего минимума. Александр Костенко отметил, что краевому бюджету добавят 5 миллиардов рублей федеральных средств. Все расходные обязательства будут исполнены. Это позволит и в текущем, и в 2019 году обеспечить новыми льготами детей войны и многодетные семьи, дать подъемные медицинским и педагогическим работникам. Меры поддержки уже будут действовать с 1 декабря 2018 года и будет право распространяться на тех, кто пришел уже в августе 2018 года на работу. Мы считаем, что это тоже справедливо, и эти меры поддержки были приняты. То же касается и молодых специалистов в области здравоохранения. Опять же скажу, потому что мы очень много, и вы с вами об этом помните, часто говорили на социальных комитетах о том, что если мы не создадим условия для привлечения молодых специалистов в образование, в здравоохранение, в культуру, молодых специалистов в области бюджета, то на самом деле мы рискуем потерять поколение. Расширенный социальный пакет для многодетных потребует дополнительных 259 миллионов рублей. Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг для многодетных увеличивается с 30 до 50%. Кроме того, предложена компенсация расходов по оплате жилого помещения в размере 50% и оплата взноса на капитальный ремонт в размере 100%. Дольщики, чьи права нарушены, также получили законодательную поддержку по инициативе в Рио губернатора края. Единовременная выплата предоставляется при условии уступки Департаменту земельных и имущественных отношений своего права требования к недобросовестному застройщику. В настоящее время этим критериям соответствуют два проблемных объекта – на улице Кипарисовая, 26, и на улице 50 лет Октября в поселке Трудовое. Поскольку были указаны только несколько адресов, по которым принимался этот закон, то мы уже поставили задачу к следующему заседанию законодательного собрания нам доложить полностью весь перечень по тем, кто относится к категории обманутым дольщикам, по тем вариантам решения вопросов по каждому адресу, где у нас есть напряжение с людьми, которых в том или ином случае обманули или не защитили их права. Депутаты отметили, что предложенный губернаторам пакет расходных обязательств на социальные нужды потянет на 11 миллиардов рублей. Ранее Олег Кожемяк уже пролоббировал принятие не менее важного для региона закона – о детях войны. А в конце ноября в парламенте края будет рассмотрен вопрос о возвращении прямых выборов глав районов и городов, а также будет принят бюджет на 2019 год уже с правками Кожемяка в рамках его социальных инициатив. Максим Яковлев, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом. Тем временем проблем в крае еще хватает. Так, энергетики с 27 ноября могут ограничить из-за долгов подачу электроэнергии на объекты примтеплоэнерго, сообщает Интерфакс. В четверг энергокомпания направила в адрес примтеплоэнерго уведомление о введении ограничений на административно-хозяйственные и вспомогательные объекты предприятия по всей территории Приморья. В декабре ограничения могут быть усилены и затронуты уже объекты теплоснабжения, предупреждают энергетики. По данным ДЭК, на сегодняшний день недоплата по долгам примтеплоэнерго достигла 165 миллионов рублей. В феврале текущего года с участием администрации Приморского края был согласован и подписан график погашения задолженности. До октября примтеплоэнерго в полном объеме исполняло обязательства. Однако уже в октябре теплоснабжающее предприятие недоплатило 90 миллионов рублей. В ноябре планируют недоплатить еще 80. С 16 ноября по 4 декабря специалисты многофункциональных центров Приморского края будут проводить поквартирный обход жителей. В анкете, которую предложат заполнить специалисты, будет 11 вопросов. Опрос проводится для того, чтобы выяснить, насколько население устраивает доступность государственных услуг, сроки их предоставления, эффективна ли деятельность органов исполнительной власти, насколько она открыта и прозрачна для общества. Полученные результаты будут использованы для повышения качества и доступности предоставляемых услуг. Администрация Приморского края предупреждает жителей, что каждый специалист при себе должен иметь специальный бетч удостоверения и паспорт, которые предоставляются по требованию жителей. В случае, если бетч или паспорт отсутствуют, граждане вправе не отвечать на вопросы и не разговаривать с интервьюерами. Региональная авиакомпания ИРАЭРА, которая базируется в Иркутске и Омске, в течение месяца проведет распродажу билетов по маршруту Владивосток-Москва-Владивосток. В рамках акции до 12 декабря стоимость билетов будет снижена на 12%. Перелет в одну сторону составит 11 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что ИРАЭРА с 29 октября начала выполнять авиарейсы, субсидируемые за счет средств федерального бюджета. Стоимость субсидированных билетов по маршруту из Москвы-Владивосток составляет 7400 рублей. Покупка субсидируемых билетов доступна для молодежи, инвалидов и пенсионеров. Китай решил отложить свое решение о снятии запрета на внутреннюю торговлю костями тигра и рогом носорога. Решение Поднебесной приостановить внутреннюю торговлю дериватами поприветствовал Всемирный фонд дикой природы. По словам экспертов, это поможет и сохранению российских амурских тигров. Напомним, в конце октября Китай сообщил о решении снять запрет на внутреннюю торговлю дериватами тигра и носорога. Особую озабоченность такое решение вызвало в России, которое прилагает огромные усилия для сохранения в дикой природе одного из подвидов этого хищника – амурского тигра. Одна из угроз для этих краснокнижного вида непосредственно связана с потребностями китайского рынка в его дериватах. Снятие такого запрета вызовет в России волну браконьерства на редчайших амурских тигров. Ведь даже сейчас счет тигров, которые истребляют в Приморье ради наживы, идет на десятки в год, а сама приморская популяция едва насчитывает пять сотен. К слову, заботливого отношения к себе требуют не только краснокнижные животные, но и люди. Всех посетителей в ГОЭС в четверг ждали объятия. В университете отметили День толерантности. Он пользуется большой популярностью среди иностранных студентов. В рамках праздника всех ждали не только дружеские объятия, но и песни ребят из Северной Кореи, а также акция против курения. Сигареты обменивали на конфеты. С иностранными студентами пообнималась и моя коллега Светлана Садовая. Каждого заходящего в ГОЭС сегодня встречают объятиями. Это не только заряжает позитивом на целый день и на целую неделю. Объятия – это международный знак толерантности. Для Владивостокского государственного университета экономики и сервиса толерантность не просто красивое слово. Здесь учатся более 300 иностранцев. Всех посетителей в ГОЭС встречают плакаты на разных языках мира, от таджикского до немецкого. На каждом плакате надпись «Обними меня». Объятия как жест поддержки считают в институте универсальный язык общения для любой нации. Действительно можно обниматься совершенно незнакомым человеком, подарить ему свое тепло. Мы же говорим о том, что если мы обнимаемся каждый день от 10 до 12 объятий, мы обмениваемся энергетикой и живем дольше и счастливее в этом мире. Еще одним универсальным языком толерантности в ГОЭС считают интеллектуальные настольные игры – домино, шахматы, элиас, дженго, во время которых можно не только проявить свое мастерство, но и попрактиковаться в иностранных языках. Для этого и существует этот праздник, чтобы хотя бы раз в год ощутить вот это вот единство народов и понять, что мы на самом деле все одинаковые и в нас нет различий. На различных тематических площадках ребята могли изготовить шапочки дружбы, поиграть в подвижные игры, потанцевать, а также принять участие в акции, посвященной Международному дню отказа от курения, обменять сигареты на конфеты. Кульминацией веселого студенческого праздника стал концерт студентов из Северной Кореи, которые исполнили популярные российские романцы. Праздник, посвященный толерантности, в Авгойс проводится уже много лет и с каждым годом становится все более популярным. Главное, считают здесь, не просто понимать значение слова, а чувствовать его. Вы не одни, мы вместе. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой. В Приморье в список получателей новой демографической выплаты попало более двух тысяч молодых семей. Почта России открыла единый кадровый центр во Владивостоке. Дождь с переходом в снег и гололед ожидаются в Приморье в ночь на пятницу. Для Вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра САНОС. Это то, что Вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра САНОС. Мы заботимся о Вашем здоровье. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К слову, выплата семьям, у которых в этом году родился первый ребенок, это инициатива президента Российской Федерации Владимира Путина. Право на эту меру в социальной поддержке предоставляется российским гражданам. При этом доход на одного члена семьи не должен превышать сумму в 19 786 рублей в месяц. Размер выплаты в Приморском крае чуть более 13,5 тысяч рублей. Такую сумму ежемесячно родители получают в течение года. По истечении этого срока они должны подать новое заявление о назначении выплаты на срок до достижения ребенка возраста полутора лет. Напомним, что в следующем году в Приморье появятся две новые демографические выплаты. Обе направлены на поддержку многодетных семей. Специалисты приглашают семьи обращаться в территориальные отделы департамента или многофункциональные центры для уточнения права на выплату и оформления соцподдержки. Хорошая новость для всех тех, кто ищет работу. Почта России открыла единый кадровый центр в Приморской столице. Его создание позволило объединить имеющиеся ресурсы, чтобы соискатели работы смогли получить наиболее полное представление о вакансиях и карьерных возможностях, выбрав работодателем Почту России. Кадровый центр будет способствовать повышению качества обслуживания клиентов, позволит привлечь на работу в почтовое отделение молодых и перспективных сотрудников. Также в задачах центра реализация различных социальных программ Почты России, среди которых страхование работников и их детей, компенсация частичной стоимости детского летнего отдыха, негосударственное пенсионное обеспечение. Единый кадровый центр расположен по адресу Владивосток, улица Верхнепортовая, 2. Уточнить наличие вакансий можно в рабочие дни по телефонам, которые вы видите на экране. К другим темам. Астрофизики ДВФУ и Уссурийской обсерватории поделились итогами наблюдений за одним из загадочных объектов космоса – астероидом Фаэтон. Он наделал много шума в конце прошлого года, когда по космическим меркам почти вплотную подошел к Земле. По орбите движения объект походит на комету, но таковой не является, поскольку не имеет характерного хвоста из пыли и газа. Приморские ученые полагают, что этот объект может оказаться потухшим ядром кометы. В момент сближения Фаэтона с Землей за ним наблюдали как минимум 4 группы исследователей в разных частях планеты. Результаты измерения, поляризации солнечного света у коллективов, значительно отличаются. Такая картина нетипична для астероидов. Обычно наблюдения разных групп дают схожий результат. Приморские астрофизики, которые, к слову, использовали нестандартный метод наблюдений, предположили, что причина кроется в том, что поверхность астероида неоднородна. Она состоит из трех разных типов веществ, обладает разной плотностью и рыхлостью. Свои результаты они готовятся опубликовать в международном научном журнале. В эти дни в Приморской столице проходит уже 15-й по счету международный джазовый фестиваль. В рамках этого музыкального события любители джаза могут не только насладиться концертным звучанием, но и побывать на мастер-классах от настоящих звезд. Так, в Приморском краевом колледже искусств состоялся мастер-класс от французских джазменов. С секретами со студентами делились музыканты трио Пол Лэй. На мастер-классе побывала и наша съемочная группа. Подробности расскажет Дмитрий Беломестов. После этого занятия у студентов Приморского колледжа искусств не будет домашних заданий. Ведь это мастер-класс от джазменов. Трио из Франции вместе уже шесть лет. Лидер-пианист Пол Лэй стал увлекаться джазом с детства. Тогда его завлекла афроамериканская история. Когда стал подростком, стал изучать ритм и импровизацию, которая в произведениях группы «Частый гость». Для меня джаз — площадка для игры, где я чувствую себя безгранично свободным. И благодаря этому проявляю себя как музыкант и как человек. Во время учебы Пол встретил барабанщика Дре Пальмарца. Бельгиец Клеменс Вандерфейн присоединился чуть позже. Так и образовалась трио «Пол Лэй». Во время мастер-класса музыканты не только рассказали о своих успехах в джазе, но и отвечали на вопросы. Так студенты узнали, что джазовой импровизации учатся годами. Главное — постоянная практика с теми, кто играет лучше. Интересным стало и то, что любой желающий мог выйти на сцену и сыграть вместе с французскими коллегами. Понравилось то, что я имел возможность поиграть с такими музыкантами высокого уровня. Это был очень хороший опыт для меня. Такие мастер-классы для колледжа искусств — особое событие. Это возможность узнать и услышать вживую, как играют в Европе, и получить бесценные знания. Я джазовую музыку никогда не пробовала, потому что я в основном играю классические произведения. А тут услышать еще и узнать, что это все импровизация делается просто на лету. Очень круто. Пол Лэй признается, от сегодняшней публики эмоции только положительные, несмотря на усталость от перелета и выступлений. Вопросы честные и искренние. Чувствую любознательность от них. Было интересно посмотреть на музыкантов, которые играли с нами. Надеюсь, мы вернемся во Владивосток, но не по работе. Хотим спокойно насладиться городом. Бесценный опыт молодые музыканты смогли приобрести благодаря международному джазовому фестивалю, который в 15-й раз проходит в Приморской столице. Кроме вечерних концертов, почти каждый день приезжие звезды дают мастер-классы. И кто знает, может быть, среди этих ребят есть те, кто покорит не только приморскую сцену, но и европейскую, а то и мировую. Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный. Новости на Восьмом. Не за горами выходные. А это значит, что самое время спланировать свой досуг. По традиции, Восьмой канал представляет рубрику «Афиша». В ней мы рассказываем о самых ярких и интересных площадках и мероприятиях Владивостока, которые непременно стоит посетить. Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. И сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Прикоснуться к волнующей судьбе Ларисы Андерсон, легенды русского Китая первой половины 20 века, приглашает на сцену Пушкинского театра «Театр-студия «Окно». Известная поэтесса, танцовщица, модель Лариса была знакома с удивительными людьми своего времени – Александром Вертинским, семьей Рерихов и Янковских, Евгением Евтушенко. Лариса – это уникальный спектакль воспоминания, спектакль возвращения русских в Россию по пьесе Виктории Василькевич и Тамары Калиберовой. Начало в 18.30, стоимость билетов от 350 до 500 рублей. А драматический театр Тихоокеанского флота приглашают на театральное шоу в двух действиях – о судьбе талантливых, но голодных актеров Примадонны. Афера стоимостью 3 миллиона долларов с песнями, танцами и искрометным юмором не оставит зрителей равнодушными. Начало в 18.30, стоимость билетов от 300 до 500 рублей. Концертная программа «Брамс. Симфония номер 2» пройдет на приморской сцене Мариинского театра. Начало в 19.00, стоимость билетов от 300 до 3000 рублей. Показ фантастической драмы «Джоан Роулинг. Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда» на английском языке с русскими субтитрами состоится в кинотеатре «Иллюзион Парк». Если вы фанат вселенной Гарри Поттера и обожаете смотреть фильмы в оригинальной озвучке, это событие для вас. Начало в 19.00, стоимость билетов 330 рублей. В рамках приморской недели здоровья ДВФУ приглашает гостей на шоу «Индустрия красоты». Вы познакомитесь с трендами коллекции «Осень-зима 2018-2019» с актуальными тенденциями в макияже и сможете примерить модные образы. Начало в 12.00, фото «Свободный». Земля леопарда приглашает на субботник в селе Барабаш у границ национального парка. Общими усилиями сотрудники учреждения и волонтеры уберут мусор у поворота к туристическому маршруту логова леопарда. Значительная часть нацпарка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая пасть» разделена автомобильной трассой «Раздольная Хасан». Соседство с оживленной дорогой нередко становится причиной лесных палов, отброшенных окурков, а также стихийных свалок на обочинах. Вот уже несколько лет природоохранное учреждение проводит осенние субботники, чтобы весной землю леопарда украшали только первоцветы. Начало в 11.00, участие бесплатное. На четвертый фестиваль японской культуры во Дворец культуры железнодорожников приглашает Генконсульство Японии во Владивостоке. Гости увидят выступления музыкантов префектуры Экинава, японскую оперу, демонстрацию традиционной свадебной церемонии и старинного вида боевых искусств, косплей-шоу, выставку собак породы Акито-Ину и не только. Начало в 10.30, фотосвободный. А в Большом Гуме 17 и 18 ноября пройдет обычный маркет, где можно будет приобрести немало уютных вещиц. Шапки и шарфы, пледы, варежки, носки, а также украшения из бисера, серебра и натуральных камней, куклы, авторские свитшоты, полиграфии и открытки, гирлянды, настольные светильники и ночники. Работы представят участники из Владивостока, Хабаровска, Находки, Уссурийска, Благовещенска. Начало в 11.00, вход свободный. Отпраздновать день рождения Деда Мороза на Центральной площади Владивостока приглашают гостей и жителей города. Грандиозный флешмоб с виновником торжества и сказочными персонажами, выступление творческих коллективов Приморья, выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Начало шествия снегурочек и народных гуляний в 13.00, вход свободный. Финал краевого конкурса вокального мастерства среди школьных творческих коллективов «Битва хоров» пройдет в Пушкинском театре. Участники из девяти районов Приморья представят на суд жюри два произведения, вокальную визитную карточку команды и основную конкурсную композицию. Начало в 15.00, вход свободный. Взрослых и маленьких зрителей на театральный мини-фестиваль «Маячок» приглашают театр «Прикресток». Начало в 12.00, стоимость билетов 200 рублей. Детская эстрадная программа «Вкусное путешествие», музыкальный рассказ о лакомствах разных стран пройдет на сцене Приморской филармонии. Начало в 12.00, стоимость билетов 300 рублей. А в театре «Кукол» дадут спектакль «Три поросенка». Начало в 12.00, стоимость билетов 300 рублей. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока. Дождь с переходом в снег и гололед ожидаются в Приморье в ночь на пятницу. Атмосферные фронты будут смещаться на территории края, вызывая небольшой или умеренный снег местами с дождем. На дорогах образуется гололедица. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Во Владивостоке ночью начнется дождь, который после полуночи может перейти в снег. Местами на дорогах есть вероятность образования гололедицы. В первой половине ночи будет еще тепло, но во второй половине за фронтами вторгнется холодная воздушная масса. Усилится северный ветер, температура воздуха станет резко понижаться. В пятницу днем фронты покинут Приморье. За ними вторгнется очередная позиция холодного воздуха и похолодает на 4-7 градусов. Выходные во Владивостоке будут солнечными, но холодными. Воскресный день предполагается немного теплее. Но в преддверии холодов жителям Приморской столицы перепала частичка тропического тепла. Во Владивостоке предприниматель, торгующий фруктами, бесплатно раздавал 400 ящиков с бананами. По его словам, груз задержался в пути из Эквадора. Есть риск, что бананы испортятся, пока их будут продавать. Также продавец был готов предоставить все необходимые документы на товар. СМИ опубликовали фотографии с места раздачи. На них видны сотни ящиков, которые разбирают местные жители. Несомненно, импровизированная акция имела большой успех у горожан. Ведь количество ящиков к выдаче было неограничено. Далее о спорте. Владивостокский представитель трикинга установил своеобразный рекорд мира. Гаврил Данилов сумел выполнить прыжок с пятью винтами в воздухе. До этого ни в одном виде спорта подобный трюк никому не удавался. Оценить уникальные способности молодого приморца можно в нашем следующем сюжете. Наставник Гаврил учит подрастающую молодежь основам трикинга. Однако большая часть ребят даже не подозревают, что слушают наставления от новоиспеченного рекордсмена мира. Приморский спортсмен на днях в этом же зале выполнил буквально инновационный трюк. Он смог сделать пять винтов в прыжке. Я очень хорошо вылетел с рандата. С кривого, но с рандата вылетел очень хорошо. Вылетел выше себя, крутился очень быстро, много. Пришел в одну ногу и меня скрутило. И я тогда, ну, я понял, что я встал. И я понял, что я встал, пятерной винт. И я такой просто вау. Ни в спортивной гимнастике, ни в любом другом виде спорта такого еще никто не делал. Такое количество оборотов в прыжке до этого оказалось невозможным. Что уж говорить, даже четыре вращения умеют делать лишь единицы. Поэтому, ожидаемо, в соцсетях и различных сообществах трюкачей по всему миру стали бурно обсуждать это видео и поражаться возможностям приморца. Гаврил сам говорит, что винты – его сильная сторона в трикинге. И до этого в его копилке была еще пара нашумевших трюков. Никто даже не делал четверной винт в двойной винт. Я сделал четверной винт в тройной винт. А тоже в шоке был. Не понял сперва, что я сделал. Потом посмотрел в виде и такой – вау, серьезно, круто, круто. Вот. И тройной корк, то есть с одной ноги три оборота в две стороны. По словам президента местной федерации трикинга Максима Русанова, подобные рекорды – редкость в этом виде спорта. Однако при этом трикинг остается одним из немногих занятий, где, так сказать, есть еще к чему стремиться. Предел возможностей этих ребят пока не найден. Порой подобные элементы, они означают начало какой-то новой эпохи. То есть в свое время в трикинге, когда ребята начали делать с одной ноги три винта, то есть это просто так перевернуло понимание. А сейчас мы увидели то, что и пять, пять тоже возможно. И на самом деле весь Запад, да, то есть весь мир сейчас обсуждает это, говорят. И, ну, на самом деле весь мир в шоке. Сейчас с наступлением холодов трикинг ушли в залы и особо соревнования между собой не проводят. Однако сидеть на месте приморцы не собираются. Гаврила Максим попробует отточить инновационный трюк на тренировках и уже зарегистрировать его официально через Книгу рекордов Гиннесса. Максим Яковлев, Алексей Изоровный. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях в Владивостоке. За 50 дней с момента назначения Олега Кожемяка на пост временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края удалось исполнить уже более 30% его поручений как главы региона. Эксперты отмечают социальную направленность его политики. С 16 ноября по 4 декабря специалисты многофункциональных центров Приморского края будут проводить поквартирный обход жителей. Они предложат ответить на вопросы анкеты. Во ВГОЭС отметили День толерантности. В рамках праздника всех ждали не только дружеские объятия, но и песни ребят из Северной Кореи, а также акция против курения. В рамках международного джазового фестиваля в Приморском краевом колледже искусств прошел мастер-класс от французских джазменов «Трио Пол Лэй». Дождь с переходом в снег и гололед ожидаются в Приморье в ночь на пятницу. Выходные во Владивостоке будут солнечными, но холодными. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Но если вы вдруг пропустили что-то значимое, то смело подписывайтесь на 8 канал «Владивосток» в Ютьюбе. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте на WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. На этой неделе свой вековой юбилей отметили войска радиационной, химической и биологической защиты России. За 100 лет существования из немногочисленных подразделений в составе артиллерии они успели превратиться в отдельный специальный род войск, один из наиболее технически оснащенных в сегодняшней российской армии. Современные военные химики выполняют широчайший спектр задач от дозиметрического, химического контроля и специальной обработки техники и личного состава до аэрозольной маскировки войск и объектов, ликвидации аварий на опасных объектах. Минобороны опубликовал их в знаменательной дате видео, которое восхитило даже американских журналистов. На вооружении российских войск радиационной, химической и биологической защиты смотрим все вместе прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. До встречи на восьмом. Продолжение следует...